Тепло в учреждение народного образования и здравоохранения Дубасар поступило ранним утром 22 октября. К вечеру потеплели батареи и в многоквартирных домах. Всю минувшую неделю теплоэнергетики были заняты удалением воздуха из внутренних систем. На сегодняшний день эта работа практически завершена, отметили на аппаратном совещании. На сегодняшний день есть три внутриквартальных стояка. За воздушных и за отсутствие жителей, проживающих в данных квартирах. Нет возможности развоздушить. Принимаем все меры к выполнению этих работ. В частном секторе отопительный сезон начался не у всех. Одни просто экономят, другие еще не завершили подготовку газового оборудования к эксплуатации. Специалисты Трансгаз Приднестровья продолжают работы по наладке, выдаче разрешительных документов и подключению отопительных приборов индивидуальных владельцев. В оперативном режиме работает и комиссия госадминистрации по обеспечению травами одинокопроживающих пенсионеров. Может быть отработать этот сам механизм, чтобы мы, как говорится, осенью не в торопяк это все делали, а то есть на протяжении года. У нас списки практически не меняются. Там подошел июль месяц, значит, я не знаю, ли сотрудники КУЖКХ, может быть, кого-то определить, который обходит эти адреса, собирает заявления, надо пусть оплачивать и вперед. И доставляет дрова. Говорили на совещании о благоустройстве и озеленении города. С 1 ноября в районе должна начаться озеленительная кампания. Глава госадминистрации просил обратить особое внимание на качество посадочного материала. Нынешней весной в районе ДДЮТ была заложена парковая зона. Несмотря на полив и уход, из ста высаженных деревьев выжили лишь пять. Ирина Полесик, Анжела Каранчук, Надежда Паэрелли, Семен Баланко. 1-й Пригистровский.